Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Виктор Медведев, я руководитель онлайн-центра подготовки к ЕГЭ Репетиторская Империя. И ваших комментариев было так много, что я решил просто бросить все свои дела и срочно сесть и записать это долгожданное видео про справочник Баранова. Плюсы, минусы, только объективный взгляд на вещи. Итак, я сказал в видео, где мы с вами обозревали учебники и справочники, по которым готовиться по обществу знанию, ссылочка есть вот тут, что я не рекомендую готовиться к ЕГЭ, используя сборник Баранова. Почему же? Что же с ним не так? Давайте разберемся. Итак, самый главный минус Баранова. Многие воспринимают этот сборник как самую настоящую панацею. Казалось бы, чего проще? Открываешь справочник и в нем все темы кодификатора расписаны по пунктам, все удобные схемки, таблички и так далее. Но здесь, как говорится, в мелочах и кроется дьявол. Во-первых, Баранов не является сотрудником Федерального института педагогических измерений, то есть ФИПИ. А именно ФИПИ – это тот орган, который придумывает и составляет задания для ЕГЭ по обществу знанию. Поэтому логика Баранова, она не всегда совпадает с логикой ФИПИ. И если вы откроете, вы увидите очень много схем, табличек и так далее, которые не встречаются в ЕГЭ. Но при этом вы их будете учить, потому что очень сложно отличить, что важно, а что не важно. Второй момент, который является очень сильным достоинством, но при этом и очень сильным недостатком, а это у нас противоречивость общественного прогресса, этого сборника, а именно его плотность. Справочник Баранова невероятно плотный по материалу. В нем практически нет никакой воды. То есть схемы, события, факты и так далее. И поэтому ваш мозг постоянно находится в режиме, что здесь все очень важно. Вместо того, чтобы прочитать условно 10 страниц, из которых 7 полезных, и у вас в голове шаг за шагом выстраивает структура, вам приходится читать эту выжимку и зазубривать целые страницы, просто страница за страницей. Это серьезная преграда для мозга. Поэтому плотность материала и титанический труд, который провел сам Баранов по его составлению, играет тебе не на руку. Я не раз говорил, что справочник Баранова безумно полезен самому Баранову, который реально проделал колоссальную работу, проанализировав кучу материала и систематизировав его. И если ты сделаешь то же самое, то тогда у тебя будет результат. А когда ты пользуешься уже готовым материалом с такой плотностью, причем не все относится к ЕГЭ, увы, это сказывается на результате. И в-третьих, этот справочник практически никак не решает проблему, которая чаще всего служит потерей баллов у выпускников. Он не решает проблему с качественными примерами, потому что их здесь попросту нет. И проблему с написанием эссе. Да, он хорош для плана. Да, он полезен и для 25-го, хотя далеко не все термины сейчас подходят под новые критерии. Но для эссе и заданий, например, 24-го использовать его не очень полезно. Если ты до сих пор задаешься вопросом, как же подготовиться к ЕГЭ, если не по справочнику баранов, ты уже посмотрел кучу роликов, подписался на кучу рассылок, постоянно репостишь себе в личку полезный материал, но твои результаты по обществу знаний тебя пока еще не радуют, то в этом ролике я не буду предлагать тебе записаться на наш годовой курс. И даже в описании ты не найдешь никакой информации про наш годовой курс. А если ты все-таки захочешь записаться, можешь сам найти ссылку, найти группу, а я тебе делать этого не буду. А с тобой был Виктор Медведев. Если хочешь видеть еще больше роликов, ставь лайки, жми колокольчик и пиши комментарии, и тогда на канале они будут выходить еще чаще, еще полезнее и еще лучше. И самое главное помни, что мы готовим на результат. Субтитры сделал DimaTorzok